И вновь возвращаемся к теме открытия в Риге нового офиса Центра стратегических коммуникаций НАТО. Как я уже говорил, официальный центр работает больше года, но все это время работники были вынуждены уйтиться в здание Министерства обороны. Теперь же у подразделения НАТО есть своя штаб-квартира. На новоселье приехали президент Литвы и сенаторы США, ну а главной темой приема стала российская пропаганда. Белоснежное здание на улице Калнцема. Здесь в свое время размещался штаб воздушных сил Латвии. Теперь за высоким забором Центр стратегических коммуникаций НАТО. Президенты, главы правительств, министры иностранных дел и обороны, представители НАТО. Всего около ста человек. Речи произнесены, торжественный момент. Лента натянута, правда, перерезать ее пока нечем. Центр в Латвии — военная структура НАТО. Ему присвоен статус Международной военной организации. Главная задача — координировать работу Альянса, обеспечивать подготовку информационных и психологических операций. Мы видим, что происходят атаки на НАТО, но это происходит не напрямую. Это кибератаки и пропаганда. Вот почему этот центр и был создан. Не только чтобы обнаруживать ложь, но и развеивать ее. Это главная цель. Этот центр был создан не для борьбы с российской пропагандой, ведь решение обоснования центра было принято еще в 2012 году, еще до начала конфликта в Украине и аннексии Крыма. Основная задача центра — выявление проблем в стратегической коммуникации во всем мире. Это может быть Украина, Сирия, Афганистан или любая другая страна. Однако самое популярное словосочетание здесь — российская пропаганда. На открытие центра приехали журналисты и из самой России. Сенатор США Джон МакКейн отдельно объяснил им, что такое пропаганда. Владимир Путин аннексировал и забрал Крым. Сейчас он делает маленькие шаги в сторону Восточной Украины. Если произойдет обострение конфликта, никто не удивится. Ну вот мы же приехали сюда, разговариваем с вами. Что по-вашему такое пропаганда? Я вижу разницу между правдой и лживой информацией. Вот в этом и разница между фактами и пропагандой. Впрочем, политолог Карлос Даукшц уверен, что от России стоит ожидать сопротивления подобному проекту НАТО в Латвии. Это вызовет достаточно сильную реакцию, негативную реакцию со стороны России, которая будет считать, что это придвижение еще ближе к ее границам структур, постоянных структур НАТО. И, конечно, это будет достаточно с таким пропагандистско-спорным и пропагандистско-напряженным периодом в оценке этих действий. Новый центр стратегической коммуникации переехал вот сюда, на улицу Каунцема. Пока там работает 21 человек, к концу года штат планируют увеличить до 30. Однако, кто эти люди и в каких условиях они работают, так и неизвестно. Во внутрь никого не пускают. Это уже третий подобный центр в странах Балтии. В Эстонии уже работает центр НАТО по вопросам кибербезопасности, а в Литве по вопросам энергетики.